В последний день нашего пребывания на Азорах мы наконец-то решили посетить столицу острова Сау-Мигуэль, город Понте-дель-Гадар. Никуда не торопясь, мы просто бродили по маленьким улочкам, наслаждались местным колоритом и ели вкусные пирожные. А еще мы нашли очень красивый магазинчик, где продавалась местная рыба. На самом деле, это просто килька в консервах, но как же она красиво оформлена, мы не удержались и купили себе пару баночек на память об Азорах. А вот и главные городские ворота, которые сохранились здесь еще с 18 века. На самом деле, столица не очень большая, на весь осмотр у нас ушло всего полдня, поэтому у нас еще оставалось время, которое мы решили потратить просто валяя дурака в море. За всю неделю мы уже налазились по горам, насмотрелись на озера и водопада, поэтому просто хотелось ничего не делать. Зато у Мирона, наконец, выдалась минутка, чтобы построить песочные замки и просто побегать по песочку от вол. Ну и никто не мог обойти варьку в мастерстве по безделью на пляже, хотя в этот день это был самый полезный навык. Покупавшись на пляже, мы переместились в бассейн у нашей гостиницы, где мы решили там оживить уж слишком спокойную обстановку. Во время, когда из-за карантина особо не походишь в бассейн, было приятно представить свое удовольствие, особенно когда вокруг никого нет. Напрыгнулись и накупались, мы на полгода вперед, так что нам будет что вспомнить долгими зимними вечерами. Наш последний день подходил к концу, и мы решили его закончить походом в местный ресторанчик, чтобы попробовать национальную еду. Ну и что же может быть более национальное на острове, чем морепродукты? Например, целый осьминог. Вечер, да впрочем, как и весь наш отдых, получился очень уютным и приятным. А на утро мы уже собрали чемоданы, и быстро позавтракав в аэропорту, уже летели домой через Лиссабон. В Лиссабоне у нас была пересадка длительностью 4 часа, поэтому мы решили не терять это время, а посетить местный океанариум. Мирончик! Местные акулы очень понравились Мирону, он просто не мог от них оторваться. Хотя здесь было и много других интересных животных. Аквариум устроен так, что за многими животными можно наблюдать как сверху, так и под водой. И если Мирона поразили веселые пингвины, то взрослые не могли оторваться об от этой водоросли, которая на самом деле оказалась морским коньком. Многих животных, например гигантских сомов и морских выдр, Мирон убедил в первый раз. Но гвоздем этого океанариума является огромная рыба-луна. Несмотря на короткую пересадку, у нас получилось интересное и познавательное завершение нашего отпуска. В целом, Азорские острова запомнились нам тем, что из-за малого количества туристов, там можно в полную силу насладиться дикостью и красотой природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова